так всем здорова наиграл я тут сколько-то ну хотя сколько две игры наиграл вне стрима и что самое удивительное мне даже они интересные показались и типа обычно на стриме как-то все слишком понятно логичные очень катки вот и не будут тут как бы какую-то мораль по каткам выносить что там вот надо было так и так просто покажу эти игры и все в общем первая у нас игра против человека с ником термит 11 не знаю это этот вот был такой игрок терманчик не знаю он это или нет в принципе неважно ну стата у него была более-менее то есть катать он умел и в принципе его уже видел по на боте вот в общем то что у него есть теник ауткаст лунный паучок и более-менее отвод нормальный начало думаю понятно у меня вообще хороший пик что для старта что для мидгейма стоит только выбор то есть здесь вариант можно инкомно начать можно с его пойти через лорда потом достраивая дпсных хускаров собственно вот ну и я выбираю просто лорда поставить и потом достраивать троллей здесь холбрит и вероятно 30 вот тут вот у меня баншуха за 25 значит мне нужно скинуть наш хостинг кома кидаю вот так 10 центря и наверно с растягом отвод или нет и динарный ну и 3 3 виспа я типа делаю на второй мне не приходит ну вижу там примерно что за дефал человек идет мне ужаса и летит дракон значит я докинул лучницу я посчитал что мне хватит на на 2 троллей почему-то так подумал вот кинул лучницу подумал что типа идеально у меня под 0 будет постройка но фиг там там мне не хватает то есть у меня был выбор там 155 монет у меня получалось и типа я не могу поставить 2 тролля и стоит выбор что ставить голем или одного тролля и какую-то лучницу или вообще там баншу какую-то добавлять в общем я решил поставить мудмена вот который выбежал вперед сильно и умер ну считаю нормально за дефал по итогу не в ноль но пойдет лучница там привела к пропуску 9 штук вот дальше ламбер качаю и смотрите значит после такого большого засыла на 3 типа я сижу и я не жду короче что мне придет так ставит он ауткаст и валится виверные капитаны дубы понятно в общем я не жду на 4 и вообще ничего не достраиваю то есть очень нагло и мне мишка приходит тут в принципе без засыла можно пропустить но у всякина тут вообще все испортила и 16 штук я пропускаю понятно сужу от 62 я не отказываюсь ну да дальше у меня была такая логика что ну типа если я лекаю то ну 62 надо по-любому делать человек кинул 34 и скорее всего кинет 5 ну типа мне так казалось по крайней мере и вот опять же у меня голды мало и я достроил на все что можно было то есть дпс прям по пятерке вообще не хватало пришлось даже рейнджерку ставить плюс я вынужден был закинуть на пятерку обычный засыл урса с ментами и термит меня снова бросил самым добавил тут отводов растяг у него есть япнул луну сделал грейд ломбера единичку ну короче типа по экономике мы лучше сидим но мы уже на фиде ли его прилично и ну понятно что здесь будет пропуск у меня дпс слишком мало у нашего оппонента есть луна которая нормально тут натыкивает ну я 12 штук пропускаю дальше он сам выходит уже следующий грейд догоняет нас ну мне достраивать особо нечего кроме как апнуть хускара поэтому я доделал седьмого виспа у меня выпала горелка вынужден был апнуть кинга аж три раза два регена атака апаю хуска отвод я не делал на 6 я уже подумал что ну не станет он в горелку типа сейчас на 6 кидал скорее он либо вообще в восьмерку пойдет либо люто рискнет на 7 ну так и происходит на 6 он не не докидывает сам доставил капитана и я бросаю собственно на 7 кидаю без хермита вроде как потому что никакой сплэша я там не начитал вот и тут у меня короче выбор то есть по голде 270 у меня ферма то есть если даже хуска делать не надо ферму апать ну я хушка и выберу вот но типа прикол в том что я пытался понять кинет ли в меня сейчас оппонент или нет вот и по итогу я придумал что я типа ну предположил что в меня сейчас ничего не придет яс и я могу с отводом по моему как-то дефнуть сейчас у меня типа ферма сделается ну вот вот наверно нет а ну 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 в общем да типа я поставил просто два тролля чтобы был еще запас золота чтобы мне поставить второго лорда на 8 вот здесь добавляется верно и волк вот вот то есть здесь очень жирно вот и накидал он мне ну стандарт а у меня без хермита но я рискнул типа но вижу засыл типа и нелогично совсем играет человек я то есть это было бы логично будь у него тоже горелка вот но он кинул в размен и у него стан ну у него типа валы я его нафидил в принципе тоже пойдет вот я пропустил 16 вроде как был у меня король вкачал хп и задефал на там 42 хп вроде как ну и начинаю кидать на 8 потому что я не понял как ну как типа он так дефает непонятно опять же типа сплоши вроде нет думаю дай подкину просто ментов ну и сам поставил лорда остался 7-2 этот человек сделал 7-3 поставил лекаря там у него сколько один или два капитана не заметил ну в общем пропуск получается но такое не критично тоже есть ламбер короля вкачал и все окей а ну два капитана на девятку апает он виверну и при этом нет не копит он а он скидывает на девятку да да я опнул хуска просто вот вот не усилял ничего ну здесь засыл просто урса с доктором не особо жирно ну и тоже дефы нормально плюс-минус 7-5 сделал ну я еще я еще задумался о том что вообще у меня танковки как бы много и можно на десятку скинуть и какие-то даже 7-6 сделать может быть а ну я опнул вообще козу угу вот сам сток и накидал в меня тоже прилично придет так достроил он виву агэшка есть вышли плохо у меня тоже вышли плохо и здесь и здесь какая-то у меня херота ну да ну да типа я не понимал что надо стакнуть потому что уже слишком поздно мелочи сразу всю не стакал я босса типа дал а здесь у него типа все пришли разом и мелочь задерживается в отводе ну я заберу одного потому что тут мелочь раз фокус создавала ну все и на большее меня уже не хватает здесь же мелочь когда приходит из отвода виву по ней настреливают и он тоже пропускает два но хотя бы они залиты у меня же считайте ну ладно полтора так значит тут стан у нас горелка ну хил так и тут тоже хил ну я захилил да здесь тоже ушел вроде был деф но и стак неправильный и вышли плохо и все игра заруинивается сразу же делаю 7-7 апаю хуско ну вижу он достроил но все равно надо апнуть типа если куча милишников то есть варик что в сетке поймаем и можем выиграть а ну он улучшил вторую виверну и забирает вену хватает на ламбер ну в общем то 200 валы разница а так все одинаково и че че он то он я помню что он писал вроде типа что мне теперь делать без хила против хадесов че то такое он написал когда у него в кармане дубы то есть этот игрок он еще пытается вас в чатике наебать вот ну дальше размышления были какие что сейчас надо только самому вспомнить что хадесов типа тут нельзя делать потому что у нас всякие четырнадцать пятнадцать шестнадцать ой четырнадцать пятнадцать семнадцать все плохо да и мы не можем позволить себе здесь штопать дохуища лордов то есть и вот я на двенадцатый ставлю третьего и делаю ролл выпадает мне на его танки вот че мы видели у товарища то есть здесь я предположил что ну вот типа ауткаст тени это все роль ну то потому что вивы не совсем в стандартном расположении стоят то есть более вероятно что вива у него сейчас в общем что теников уже нету вот но все равно непонятно что у него там т6 опять же моя паранойя всегда мне говорит что там всегда есть деф семнадцатый там и дубы и танки и все что угодно может быть то есть короче я думал что оппонент захочет гэгэшнуть меня ну вот где то в ближайшие волны аля этот ну короче либо пятнадцать либо семнадцать лудоманить на четырнадцать я думаю ему не хотелось потому что ну у него не самая лучшая постройка против этой волны то есть если он на плотине но он все равно медленный тип милишников у него мало танкующих и вивы те же они на четырнадцатый как бы не очень против крупных засылов поэтому в общем я считал что четырнадцатый он не станет бросать вот и скорее всего он пятнадцатый захочет и короче чтоб ему чтоб заставить его качать кинга мы должны бросить в талава в четырнадцатый без апп кинга вот и типа самому при этом мне тоже стоит готовиться ну типа вдруг до конца никогда не уверен нельзя нельзя быть уверенным до конца да и в целом что у меня один медиум из танковки ни хера нет вот хотя бы ауткаста одного поставить и то ладно остаюсь семь оппонент тоже копит дерево у меня 1650 у него 1500 в принципе одинаково тут он волконки подобил нагу там у него копейки прошли вот дальше что у меня тут грейдится лорд поставляю голду ну тринадцать он не кинет четырнадцать вот да на четырнадцать да может здесь появляется дуб а которого я нет не прочитал ну кидаю засыл два косаря может больше ну да здесь можно было тоже подумать четыре моба сразу сдохли но я это не не заметил так что у него по голде постройка ну вот теник и еще дерево засыл мелочь тележки варлок ауры тролль по большей части мелочь я еще оставил дерево на всякий случай если это размен вот сам я опнул лорда и outcast грейденул отводов наставил у него кстати волк не сработает ну вот я 14 тоже смотрел тыкал на хп типа в общем подозрения подозрения но я решил списать это на виверн ну типа шоу вивы натыкали или может не знаю что он там добавил короче решил что рано еще думать что это прям дубы вот хил не отдает ой смысле хила нету но в общем то кинг дефает вижу что апнул он кинга вот так и предполагаю что он будет там ломбер качать короче и в какой то семнадцатый ну в семнадцатый наверно уже мало вероятно что он кинет там типа мало будет вот более вероятно какой то восемнадцатый или вовсе девятнадцатый а у меня вроде танк против семнадцатого есть и ролить не вариант пока что и и я короче придумываю остаться семь восемь кинуть еще семнадцать без кинга ну типа если это размен то окей у меня вроде что то есть чем пиздиться можно и я на валет типа остался уверенно себя чувствую ну здесь мне на аптанка под ноль чтобы выйти еще одного ставлю и тема такая блять я забыл это показать ну короче деревяшка когда лопнуло на шестнадцатый там по цифрам было уже стопудово видно что это деревяха лопнуло там прям дохуя сдохло и я решил не кидать ну и как вы знаете что я что я всегда говорю чекать в такие моменты вот всякие шестнадцатые волны перед засылом смотрите до конца типа деревяха там какая-нибудь или не знаю на фантомов вы там надумаете еще что-то короче передумать можно ну то есть у меня просто вариков не много я кидаю минималку кинуть я за секунду это сделаю вот ну короче я прочитал эту деревяху и начал апать ну вернее я сначала подумал что типа вот я сделаю там что-то десять или один из атаки вот сделал потом такой остановился подумал если он не кидает тогда типа я не против скинуть на восемнадцать опять же меня вроде как устраивает размен потому что ну деревяхи восемнадцатую хуже сдефают а если он и восемнадцатый не кидает то типа меня опять же это устраивает мы заставим апать кинга и ну возможно заставим и плюс у меня против девятнадцатый не так и плохо все то есть вот у меня есть хуски там коза танковка и плюс я уже рольнулся как раз нашел ауру вот вкинул я в него значит демон кряк урса и мелочь у него даже четырех дубов нету да три три дуба и он мне не кинул семнадцать штук понимаю что кинг это дефнет здесь пошел засыл на девятнадцать ну я вижу что он дефает понимаю сейчас придет вот ломбер качать типа нельзя но семь девять я сделал там еще был ну как то что я дал сколько то там апов кинга то ли пять что то такое я еще подумал если бы я все таки не апал то может быть и убил бы на восемнадцать но нет вот не хватило немного вот на девятнадцатый что феникса апнул пугна шесть триста можно сказать тут прям на все достраивал всяких протонов отводов нет ну два демона две кряки жирный засыл демона подзалили но я их обоих стакну тут уже не важно опять же регена у меня нет я еще попутно ну как бы вот качал забираю дефы ну и собственно все дальше качаю ламп так его оппонента хдс выпадают хдс тролль он в меня там что-то подкинул но у меня там перед деф жесткий я в него тоже там щебенки накидал совсем чуть-чуть в последние секунды вроде как и две черепахи он у нас пропускает в это время я наверстываю по ламберу ту 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 вот видим значит показатели что он плюс-минус на сотку впереди врубаясь что темп ламбера там выше на дубах раньше сделано и если он будет обузить то в тридцать один мы за ним не угонимся никак вот сам я буду делать тоже семь пятнадцать и планировал я двадцать вообще я у меня было три варианта типа пробовать двадцать шесть и вообще я по большей части думал что оппонент будет либо двадцать семь кидать либо апнеткин и и в тридцать один сразу пойдет вот потому что ну инком хороший там ходесики под ходесиков все что нибудь найдет и все окей вот что у него сейчас по лесу ага ну есть дерево есть то есть он и в кингане вкладывает и не слав двадцать второй окей ну то есть в напряге держит окей здесь я наставил химиков и и ролюсь и мне танковку надо. Вот мне выпадает за медло дерево, драконы, теники. Ну идеально, я боялся 27, мне и за медло, и аура хорошая, и драконы с нормал атакой. Ну здесь я уже исключил вариант, что кидаем 26-27, типа нахер надо. Вталова 28, потому что, ну типа, 4 дуба, хадесы, в лейд, если он захочет играть, он наштопает хадесов много, и типа голды у него не будет на пик против 28. Если он даже найдет, он не сможет много наставить, и варик, в принципе, там убить. Вот. На 24 он все-таки решает дапать кинга. Роль, ну у него есть присты, морды. Вот по валя, типа, я впереди, но по темпу ломбера я, типа, проигрываю немного. Хотя вроде отставал, там вообще прилично, на 4-5 пломберов где-то. Ну строюсь против 27. Драконы, танковка, замедлялки. Не нравилось то, что леса, ну не так много, хотя я уже, наверное, отвык, просто от этих бань. Ну что, типа, восьмерки. Нет, даже ближе к девятке засыл будет. На 27 не приходит, и я закидываю. Там мелочь какая-то. Кряки, големы, тайды, шаманы, варлоки. Ну и, видимо, у оппонента остался один ролл, ему дало вертолет, дало драконов, но до этого он... А, ну у него есть и тролль. Короче, типа, он до этого вложился, видите, в морд, в которых можно было и не вкладываться, а сделать там драконов. В общем, он мне ничего не кинул, он продолжает копить в 31. Ну, его ломает, и это ГГ. То есть, странно, что... То есть, вот у него очевидно было, что я коплю 28, больше слать некуда в дубов, в АДСов. И, типа, почему он не стал слать хотя бы 27? Если это не 27, то это должен быть размен 28. Просто дефа нет, и, типа, тебе пиздец придет. Ну, как он писал, он думал, что я в 31 сразу пойду. Но... Я, не знаю, мне показалось, что в дубов и в АДСов это из-за ссыл 28 и пойдет. Это, значит, первая катка. Сейчас будет еще одна ебанутая игра. Так, сейчас, секунду. Значит, оппонент от Винтал. Стата у него была 60 на 60. Ну, я такой, вроде, типа, похер, гол. Там неохота было там что-то ждать. Чисто хотел по релаксу поиграть. И, значит, смотрите, что у него. Лорд, мишки, турельки, нага, бонша. А у меня... Голые мишки. Ну, есть вампиризм, но нахуй нужен. Просто голые медведи. Все. И, типа, есть танки, которых впадло ролить. Окей, погнали. Начинаю я с медведя, понятное дело. Товарищ тоже начинает с медведя. Делает он 3-0. Интересно, кстати. Ну, и поскольку у меня были голые медведи, мы что делаем? Мы качаем кинга с первого левела. Ну, в общем, смотря на то, как убывают цифры, я понял, что это мишка. Зеркальный пик. В меня придет урса. И он добавляет нагублять. И у него нет отвода. О, бля, вот это шок. Это, конечно, обидно такое смотреть. Вот просто кинь по стандарту. Такое преимущество получишь. Лютая. Да нет. Апну кинга по сейвовому, блядь. Пиздец. Шок. Короче, не наказал его. Сделаю 3-1. Тут добавляется турель. Отвод. Ну, и, короче, по второй я уже понял, что он к мишке что-то другое добавил. Ну, отличалось убыванием обоих. И по третьей тоже заметно. Ну, понял, что будет в одного медведя катать. Я же пошаблонно. Так. Ничего, он куда? Куда проебал вес-то? Он апнул? А, он регент качал. Пропускает он четвертый. И, видимо, апнет мишку. Ну, я так и понял, короче. Ну, то есть, куда слать дальше? А, вот. Ему еще, короче, дает волну. А мне горелку, блядь. Я такой, ну, ясно, понятно. Типа, что мне делать с этой хуйтой? Думаю, кидать 6. Типа, опасно. Потому что, ну, соло-медведь. Все равно он апнет и изи-дехнет. Типа, в 6 не вариант. Остается только семерка. Но... Типа, если он с его пощадит дефнет, семерка опасна. Точно, на 8 может бросить. И я не успею апнуть. Могу хил отдать. И вообще гг может быть вполне. Вот, но он, смотрите, он 5-2. На семерку ставит лорда. У него нет леса. Он качает кинга. Я кидаю 7. Ну, стандарт. Кидаю 7. Но у него слишком жирно. Он в 0 забирает. Ломберит на 8 не досылает. Ну, я просто добавляю мишку, потому что мне больше нехуй добавлять. Типа, у меня там остается в кармане 90 монет. Отвоз от короля. Ну, и качкинга, соответственно. Вообще, впадло было 7 кидать. Но решил попробовать, и зря. Хил не отдается. Ломбер сделал. Сейчас реген еще вкачаю. Два раза вроде. Ну, то есть 7-5. 7-5. Ничего не трогаем. Отвод просто сделал, и все. 4 регешки. Вот, здесь еще медведь. И, видимо, на десятку он его апнет. Вот, я же придумал себе сделать 7-6. И кинуть, короче, минималку какую-то. И дальше кинга апать. Ну, хватает. Типа, все. 3 медведя. Отводы минимальные. И все окей. В итоге, видим вот такую хуйню. Опять у меня все блочится к хуям. Стакнул все это говно. У этого. Пиздец. 5 бандж. Вот, в воде боссы переагриваются. Ага. Ну, он выстыкал. Но снова переагривается. Вот это рофл. А у меня, короче, мишки, типа, убили. Трех орбов. Там что-то гулю. И выбежали. Пиздить босса. Ну, я забираю только одного. Тут залитые. И у него пройдет один. Качаю кингар. Там атаку, хп. Ну, под конец будут, типа, атаку качать. Так. Так. Скок тут хп. Значит, 165. А тут разброс, типа, еще, да, пиздец? А тут армор. Ну, еще тычка проходила, да? Правильно. То есть с армором, если даже на максимум, прокает. Он не должен был у меня с тычки вырубать. Вот он делает тычку. Опа. Сделал тычку. 65 хп. Но, да, со следующей он по мне ебнул, получается. А я... Блять. Ну, это чисто... Психанул, хильнул, называется. Я, типа, думал, что анимация пройдет. Атаки у босса, и все. И пизда. Ну, там реально на одну тычку было. Короче, хильнул. Зассал, хильнул. Вот. Ну, здесь, понятно, хил на месте. Все окей. Понятно, что теперь я оказываюсь просто в мега жопе, потому что... Ну, пик откровенно хуёвый. То есть, плохая у нас 13-я, 12-я, 16-я. Плюс нельзя до хуё танков штопать, потому что нас и на 15-е могут ёбнуть. Вот. На... По вале я... У меня 1200 было. Я решил хотя бы вампирку поставить. Типа, вдруг я заберу. Типа, у меня три медведя, а у челик там... Ну, я же думал, только на одного мишку, а он еще второго, видите, доставил. В общем, он забирает у нас арену. И ему хватает на 77 даже. Хватает. Ну, в общем, он делает, типа, позже. По экономике мы впереди. Есть волна, которую он... Я, наверное, десятки её не увидел, по-моему. Ну, да, он её нигде и не спалил. Но я решаю кидать, потому что больше некуда. Типа, ну, 13 тут не кинешь. 14, конечно, можно, но... Чё потом делать, не совсем понятно. Короче, решил я кинуть 12. Варлоки, мелочь, ауды. Сам доставил. Короче, смотрите, поставил танк. И рольнул, потому что... Ну, надо срочно что-то найти другое. Тут похер, что всего один танк. Хер с ним, мы можем, так сказать, раньше 17-й сдохнуть. И всё к этому шло, в принципе. Поэтому нужно было налудоманить себе другой расклад. И, в принципе, я его получил и был доволен, потому что замедло. Были хуски. Это хотя бы что-то против, там, той же 16-й волны. Вот, ну, вот меня вот это вот уже устраивало. Вот. И плюс драконы тоже пойдёт. То есть, защита от 17-й есть. Против 18-й, там, под замедлом драконов можно поделать. И против... Дальше 19-й можно хускарами подефать. И минус армор потом воткнуть. В общем, так пойдёт пик. Значит, скинул я на всё. У товарища есть дерево. Что он вообще делает? Пока он ходесов делает. Сейчас глянем, что вообще тут происходило. Я, как бы, тоже в первый раз реплей смотрю. Подкачал он King'a, показал волну. Ага. Я сделал 7-8. Потому что, ну, типа, я понимал. Сейчас мне King'a вообще нельзя трогать. Мне надо его, типа, давить, пытаться где-то. Желательно выбить хил, попробовать. Вижу, что, ну, реген имеется. Нормальное количество. И, ну, врубаюсь, что никакой 15-й он мне уже не кинет. Тут, типа, только если 16-я волна и всё. Ну, 16-й или дальше куда-то. Можно, короче говоря, заставить его апать ещё. Либо пускай он хил отдаёт. И вообще, я полагал, что после засыла на 12-й он сейчас, типа, ломбанётся сильно. И будет, как бы, копить. И не будет больше засыл ждать. Вот, я думал, думал. И придумал ему на 14-й бросить. Чисто... Чисто думаю, что он заломбит. И не будет ждать никуда. Вот он делает 7-9 и апает лорда. Ну, в принципе, чё, два мишки и два лорда. Ну, это херня. Типа, мелочью контриться. Да, тут есть пара турелек. Но я вообще не думал, что он их апнет. Но всё равно. Мелочь впитывает тычки. Пойдёт. Опять же, два варлока, мелочь, ауру. Всё. И вот уже по value у нас одинаково всё. Получается пробить. 16 штук. Товарищ Аплэткинга. Ну, вижу, что хил уйдёт. Отлично. Ну, и после этого я уже всё понял. Типа, погнали, 17. Типа, здесь он уже не может играть так, что типа не слать 17, потому что я могу сам в него кинуть, и ему пиздец придёт на изи. Потому что он уже вряд ли будет своих хадесов ролить, в принципе. Он будет стоять дольше. Это возможно. Но то, что 17 он должен слать, это уже стопудово. Ну, а я типа апнул танк. Вот даже, я даже два хуска поставил к 16. И вот всё в магнусов впихал. Кидает он 17. Кинг 14, 12. У меня кинг 11, 7. И я тоже кидаю 17. Здесь я там ещё пока миксовал. Смотрел, что там по голде выходит. Решил, что вот, как бы, в принципе, вот этого мне уже достаточно против 17. И можно уже выйти в дракона. Всё-таки вдруг он не бросит. И типа, ну, комбинированный деф будет. Уже пора выйти там в что-то другое. И в эмпирку апнул. Засыл ещё варлок добавился. И в меня... А, ну, тоже варлок. И две кряки с демоном. Плюс хермит зачем-то. Непонятно для чего. Так. И сам он делал мишек. Один ещё лорд не апнутый. Полторы наги. И отводы. Зачем-то. Ну ладно, хуй с ним. Повале. Лучше сижу. Смотрим. Смотрим. По цифрам Выглядело Непонятно. Ну, то есть, оба дефаем. И непонятно, кто раньше пропустит. Ну, у меня идут. Но я ничего не стакал. Понятно. Это правило уже, наверное, все знают. В разменах не стакать. А чел, короче, он в два ряда выстакал. То есть, то, что у меня быстрее кенгу придут, вообще не особо решает. Потому что у него там в два ряда всё приходит. Быстрее. Намного. Ну, и здесь я не вижу смысла, там, точить демона. Я выбираю фокусить големов. Тут ещё я сделал, ну, короче, вот, не добил голема, попытавшись вырубить варлока. Здесь он что-то коряку убил, да, варлока убил. И тоже переключился на големов. Так. 237 хп, а у меня 629. 129. 199. 74. 74. У меня 9 хп. Лол. Как вам такая хуйня? Успел я хпшку дать и атаку качал, чтобы быстрее там что-то убивать големов. Получилось из такого говна вылезти, аж приятно. В общем-то, вот такие две катки занятные получились. Надеюсь, вам зашло. Всё, всем пока. Ну-ка? Всё.